сегодня поговорим о вещах купленных магазине fixprice для вашего гаджета или компьютера в общем технической направленности все эти вещи имеют очень низкую цену и перед вами именно те вещи которые купил для себя мы все протестируем я все расскажу о них а также по каким суммам они мне достались больше всего из списка что мы рассмотрим не понравился повербанк по очень низкой цене вот такой повербанк также fixprice его цена 200 рублей на что способна данная вещь сказать сложно будет ли она работать нормально ведь самый дешевый повербанк из тех что я видел и так что же у нас комплекте первое это micro usb провод для зарядки телефона также для зарядки повербанка далее сам повербанк вот такой желтенький мне достался у них разные цвета но это значение не имеет здесь есть индикатор разъем usb для зарядки телефона и естественно разъем micro usb для зарядки самого повербанка давайте разберемся по характеристикам данного устройства емкость аккумулятора в нем 3000 миллиампер часов выходное напряжение тока 5 вольт ну и сила тока 1 ампер максимум и так повербанк уже подключено usb давайте подключим ее к телефону зарядка пошла также индикатор горит синим цветом что означает что повербанк отдает свою энергию телефону ну что же давайте зарядим телефон полностью и посмотрим на что способен этот повербанк и так заряжать он перестал так как разрядился сам повербанк придется его подзарядить сейчас а затем продолжим заряжать телефон зарядил он всего на 20 процентов что крайне мало так следующим образом происходит процесс зарядки данного повербанка после окончательной зарядки продолжим заряжать телефон и посмотрим сколько времени займет окончательная зарядка телефона заряжал практически это устройство 4 часа достаточно долго в общем дожидаемся когда зарядится телефон и посмотрим сможем ли мы зарядить что-нибудь еще по сути этот повербанк не смог зарядить даже телефон вся суть в том что на телефоне емкость аккумулятора намного выше чем емкость повербанка поэтому телефон зарядить он не смог ну что можно сказать еще об этом повербанке телефон зарядить мне не удалось так как емкость аккумулятору телефон намного выше а вот часы зарядить возможно также возможно зарядить экшн камеру так как емкость аккумуляторы экшн камеры составляет 1000 миллиампер часов вывод здесь самый обыкновенный что данный повербанк подойдет лишь для зарядки малоразмерных устройств с аккумуляторами малой емкости. Но это уже решать вам, нужен он вам или нет. Также сразу расскажу, что в фикс прайсе я взял за 77 рублей зарядку для своего телефона. Так как у меня не поддерживает microUSB, телефон здесь USB Type-C. Эта зарядка предназначена только лишь для зарядки, то есть использовать ее в качестве обмена данных для подключения к компьютеру невозможно. Еще одна нужная вещь за 77 рублей, которая будет помогать нам при съемках, это такой небольшой штатив-стоечка. Сюда же можно крепить и телефон, но знаете, что я обратил внимание сразу же, что она бракованная. Вот такой вот штативчик, в принципе он пригодится для камеры, в данном случае экшнка установлена, но вот что касается крепления телефона, то здесь брак. Я посмотрел внимательно все экземпляры, которые там были в фикс прайсе, в принципе у них везде трещина здесь. То есть не избежать поломки этого устройства. Ну что ж, будем использовать без этого, этого штативчика будет достаточно. Следующая вещь это кисточка для макияжа за 100 рублей. Вы скажете зачем она тебе? Это очень удобная кисточка для того, чтобы убирать пыль из системного блока или другой техники. Дальше у нас на очереди силиконовая смазка. Зачем она мне нужна? Для того, чтобы смазывать вентиляторы. Стоит она 77 рублей. Далее у нас набор литиевых батареек и самое важное, что здесь мне нужно, это батарейки биоса CR2032. Здесь их 4 штуки. Я их вставляю в качестве батарейки питающей биос компьютера. Стоит это добро 55 рублей. Что еще интересно, это наушнички за 55 рублей. Это очень дешево для такой вещи. Значит у них здесь силиконовые накладки такого среднего качества. Диапазон частот у этих наушников в принципе как и у всех. 20-20 тысяч герц. Звучат они нормально. Единственное, что ходят недолго. Очень тонкие провода всегда обрываются. Потому что это не первые наушники, которые я брал. Но на время пойдет. Есть и другие наушники, к примеру, Flerks за 100 рублей с наличием микрофона, а также с чехлом для них. Вот еще один пример накладных наушников за 200 рублей, которые выглядят достаточно добротно. Что касается компьютерной мыши. На нее у меня есть более подробный обзор. Ссылочку я оставлю в описании на данное видео. Мышь очень плохого качества и очень тяжело купить ее и не нарваться на брак. Есть в фикс прайсе и беспроводная компьютерная мышь всего за 200 рублей. Данное устройство выполнено более качественно и поэтому с ней меньше проблем, нежели с мышкой проводной. К сведению, за 200 рублей беспроводную оптическую мышь купить практически нереально. Далее на очереди цифровая клавиатура за 100 рублей. Возможно пригодится тем, у кого малоразмерная клавиатура. Не менее интересная вещь это селфи-палка за 100 рублей. Очень пригодится любителям пофоткаться. Выдвигается она на 70 сантиметров и функционирует нормально. Единственный минус этой вещи это тонкий хлипкий проводок. Следующая удивительная вещь это колонки Flarks. Стоят они всего 200 рублей, но по своим параметрам и звучанию не уступают колонкам Sven, которые в свою очередь стоят рублей 700. В начале ролика мы говорили про USB кабель для зарядки гаджетов, но он не имел интерфейса передачи данных. Перед вами два варианта кабеля, с помощью которого можно передать фотки на ваш компьютер или на другие устройства. Стоят они по 100 рублей. А этот кабель и вовсе имеет добротную оплетку, а также переходник под зарядку айфонов. USB накопитель на 16 гигабайт, а также флешка microSD также на 16 гигабайт. По 200 рублей за каждую. Единственный их минус это невысокая скорость передачи данных. А также всякие примочки для ваших гаджетов в салон автомобиля. Два USB порта, подойдет не каждому автомобилю, так как короткая длина разъема, к примеру, к девяточке не подойдет. Магнитный держатель для телефона на присоске. Стоит он всего 100 рублей. И на мой взгляд имеет огромный недостаток сам по себе. Это пластина, которая будет постоянно приклеена к телефону. Еще один вариант держателя для телефона только на зажиме. Его цена на данный момент всего 77 рублей. Также в этом магазине нашел множество других вещей, которые запитываются от USB порта вашего компьютера. И имеют право на жизнь. Возможно кому-то пригодится. Моей целью было ознакомить вас с устройствами для вашего компьютера или гаджетов, о которых возможно вы не знали и которые имеют очень низкую цену. В этот список я включил все самые интересные и полезные вещи.